Ну что ж, друзья, добрый день. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев и пришло время обсудить, что происходит на финансовых рынках. Тема сегодняшнего эфира – рынки международные. Мы хотим сегодня с вами поговорить, мне хотелось бы поговорить сегодня с вами о том, как, собственно, доллар в США в нынешних каких-то, да, сиюминутных реалиях. Поэтому назвали мы так – международные рынки. Кому сегодня нравится доллар? Представляю гостей. В студии «Сухого Остатка» сегодня Дмитрий Шагарди, начальник отдела доверительного управления брокерской компании «Китфинанс». Добрый день, Дмитрий. Добрый день. И в студии Иван Манаенко, директор аналитического департамента, традиционной компании «Велес Капитал». Добрый день, Иван. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии и телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями по поводу того, нравится, не нравится кому-то, может быть, доллар Соединенных Штатов Америки. Ну, понятно, что мы, так сказать, не какие-то несубъективные вещи пытаемся сегодня обсуждать, а вещи объективные. Ну, а говоря о рынке, сейчас я, собственно, начну рисовать картину маслом. Нужно, наверное, в сфере или в спектре сегодняшнего разговора упомянуть о том, что доллар сегодня активно укрепляется, ну, как минимум на рынке Форекс. Итак, смотрим, картина маслом. Что произошло к этому времени на финансовых рынках, начиная со вчерашней американской торговой сессии, которая, внимание, вчера закончилась, ну, я бы сказал, достаточно серьезным снижением в фондовых индексах. В частности, индикатор S&P 500 потерял больше процента, 1,9, почти процент Dow Jones и 2 с небольшим процентом в минусе Nasdaq. Так, Азия сегодня торговалась в плюсе, Nikkei прибавил процент, половина процента Shanghai Composite, Европа тоже в минусе, ну, в символическом, если говорить о британском индексе FTSE 100, минус 0,01 процента. И наши индикаторы тоже снижаются, RTS теряет сейчас, к нынешнему моменту, 0,6 процента и 0,2 процента в минусе ММВБ. Рубль тоже, тоже, тоже слегка слабеет. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent 109 долларов 30 центов за бочку, LightSuite 103 доллара 30 центов. Золото 1310, да, резкое снижение опять накануне нашего эфира, но ниже 1300 пока не ушло. И евро-доллар укрепляется, доллар, еще раз говорю, да, на валютном рынке. Сейчас евро-доллар опустился практически к 1,35, напоминаю, вчера он пытался пробить 1,36 вверх. Ну, набор голубых фишек сегодня, как всегда, разнонаправлен. И, наверное, стоит упомянуть лишь о том, что Автоваз снижается почти на 2,5 процента и процент теряет Уралкалий. А далее Русгидро чуть больше процента, 0,7 процента НЛМК и, 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 и все, наверное, 0,3 северсталь в плюсе. Все остальное так вяло текущее, наверное, особо интереса не привлекает. Ну, Газпром еще давайте, да, говорили о Газпроме, вчера говорили о Газпроме, минус 0,8 процента, 150 рублей стоит акция этой компании. Итак, ну, давайте начнем, собственно, разговор по поводу нравится-не нравится. Еще одна, может быть, не совсем рыночная деталь, но, тем не менее, мне показалось любопытно, ну, вот, в спектре того, что мы сейчас обсуждаем. Вчера, по-моему, в средствах массовой информации это активно обсуждалось тоже. Новая 100-долларовая купюра появится 8 октября. Ну, обновленный банкнот будет иметь дополнительную защиту, в том числе еще одну защитную нить, дополнительные водяные знаки, микропечать и так далее, и тому подобное. Ну, поскольку все-таки это выдержка из, ну, так сказать, нерыночного средства массовой информации, то там есть забавная фраза, мне показалось, по крайней мере, так. Ранний дизайн системы защиты меняли более мелких заокеанских купюр. По версии ряда конспирологов, введя новую 100-баксовую бакноту, власти США могут устроить всякие нехорошие сюрпризы для владельцев старых 100-долларов бумажек. Слишком много их завелось за пределами Соединенных Штатов Америки. Ну, понятно, что мы не будем, наверное, всерьез обсуждать мнение конспирологов, хотя, с другой стороны, я, кстати, слышал, и, по-моему, даже звонили наши слушатели с этим вопросом некоторое время назад, а действительно, вот, переходим на новые сотки. А что со старыми делать? Может, надо срочно бежать их на что-то менять? Дим, как ты думаешь? Я бы американский доллар держал, держал в долгосрочной перспективе против основных мировых глобальных валют, пусть они будут в старом варианте, пусть они будут в новом. То есть, неважно, в каком виде, да, держал? Долларовый депозит или, действительно, под подушкой? Да, я считаю, что текущие глобальные монетарные условия и, в целом, ситуация в американской экономике, все будет способствовать тому в дальнейшей перспективе долгосрочной сторону укрепления американской валюты. Но, опять-таки, если там график посмотрим, динамики доллар против 38 валют глобальных, его ФРС рассчитывает, там четкий тренд на повышение с 2011 года идет, поэтому, я думаю, он продолжится, этот цикл укрепления доллара американского. Ну, ты, в принципе, да, насколько я помню, всегда так глобально смотришь на валютный рынок, и вот эти мелкие движения туда-сюда, они тебе не так интересны. Ну, да, вот если про евро-доллар говорить, то мне понравилась фраза одного управляющего, ну, ноутренд, ноу-мани. С конца 2012 года евро-доллар в узком диапазоне зажат, как раз вот недавно на верхней границе тестировали, и вот он туда-сюда гуляет. Что в такой пиле делать, ну, очень сложно. Опять-таки, да, это взгляд, я бы сказал, такого глобалиста, да, глобального аналитика, но узкий диапазон, так на всякий случай, это 400 пунктов. Это 28-32, это не такой уж и узкий. Даже, да, вру, даже, какой-то 34, да, 28-34, вот 35-36 было. Ну, как такового тренда все равно нет, и валютная пара зажата между центральными банками. Ну, понятно, что укрепление евро последнее во многом связано с тем, что активно выходит из долгового рынка американского, там не резиденты вроде как, переходят в Европу, покупают активно, и евро укрепляется в целом. Там европейская экономика себя чувствует достаточно неплохо, хоть ее много очень хоронили, до сих пор хоронят тут, я не понимаю. С конца прошлого года были очевидные позитивные моменты, о которых мы, безусловно, говорили много. И вопрос в том, насколько еще импульса хватит, ну, вот опережающие индикаторы, которые выходили, там, те же PMI, вроде как их компоненты, говорили о том, что та суперпозитивная динамика, которая наблюдалась, она уже подходит к концу, и тут, возможно... Суперпозитивный в Европе ты имеешь? Ну, да-да-да, опережающий индикатор, в первую очередь. Ладно, мы Европу обсудим чуть позже. Иван, на твой взгляд, вообще, стоит, ну, во-первых, вот, по поводу того, о чем я, что я прочел, да, стоит вообще на это реагировать, на всякие конспирологические такие идеи? Идея вообще уже была озвучена, там, десятилетия назад, когда уже меняли сотку, да, опять-таки, сначала... И там такие же разговоры ходили, да? А что же будет со старыми, боже мой? Поскольку, вроде, именно, там, сотка, это такая, так сказать, купюра для наркобаронов и теневого бизнеса, да, не затрагивающая простых американцев, у которых такие деньги в кошельке обычно не водятся, да, они все безналичные. И в этом плане, ну, я, в общем, тоже достаточно позитивно смотрю на доллар. Можно единственное сказать, что в любом случае держать наличными, наверное, американскую валюту, ну, тоже несколько глупо, поскольку вы в любом случае будете терять процент по депозиту, для вас все равно это убытки. Ну, то есть, с другими словами, и любую другую валюту, наверное, да, в наличном... Чисто наличными, да. Да, держать глупо, конечно. Какой-то, наверное, такой, как разменную монету, там, для поездок. Небольшой колесо. Тем более, ну, тоже достаточно сложно представить, что это произойдет молниеносно, да, по большому счету, да, и сейчас, кстати, тоже, говорит, бум, там, те же американцы, да, на фоне, там, шотдауна снимают. Вот деньги наличные, я думаю, что достаточно много людей окэшится, да, и, ну, тоже, получается, если перестанут принимать, там, старые сутки... Предположим, да, если... Да, это будут удары и по населению, там, Америки в том числе, но, так сказать, сама идея, ну, она такая интересная, потому что, там, много говорят и в целом, да, и о дефолте, и штатов. То есть, я не думаю, что это такой вариант только, там, с наличными деньгами проблема может быть шире. Но, я думаю, мы этой темой еще коснемся сегодня не один раз, потому что она, надо сказать, давлеет, наверное, над всеми рынками. Совершенно верно, совершенно верно. Хорошо, спасибо огромное, значит, эту тему мы оставляем, действительно, конспорологическая, это не наша идея. Будем говорить о рынке, будем говорить через некоторое время, сейчас пауза и слушаем новости, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Дмитрий Шагардин, начальник отдела доверительного управления брокерской компании Кит Финанс Брокер. И Иван Манаенко, директор аналитического департамента инвестиционной компании Велес Капитал. Мы обсуждаем сегодня тему, связанную с долларом в Соединенных Штатах Америки. Ну, будем говорить, прежде всего, наверное, о международных рынках, хотя, как всегда, и российский не останется в стороне. Так вот, кому сегодня нравятся доллары, это тема сегодняшнего эфира. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Я еще раз подчеркнул, наверное, мы не будем так уж сильно в субъективизм какой-то вдаваться. Нравится, не нравится, немножко не наша тема, да, не объективная, что называется. Мы оценим это с точки зрения каких-то экономических, да, рыночных, прежде всего, предпосылок. Нужен доллар сейчас, да. Нужен доллар покупать или не нужно. Вот, уже мои гости озвучили идею, как минимум, там, личного какого-то инвестирования, да, часть ваших сбережений, может быть, даже и большую часть, об этом мы не говорили, но, тем не менее, наверняка, нужно использовать ваше вложение, да, в доллар США в том числе. Значит, продолжая наш разговор, я хочу сейчас озвучить реплику нашего слушателя, ну, не вопрос, а именно свою точку зрения. Арсен изложил, давайте вот отсюда и пойдем дальше. Итак, читаем. Арсен пишет, вся эта круговерть с бюджетом США и потолком госдолга исперирована и разыграна для держателей доллара и потенциальных инвесторов в него. Принципы расчеты просты, пишет Арсен. Чем больше неопределенности, тем лучше. Все пойдут в доллар, а это значит поддержат бюджет США. Купите доллар, и США будут спать спокойно. Для этого и нагнетается... Точка. Для этого и нагнетается. Связывание активов в долларе позволяет значительно поддержать его ликвидность на рынке. Соответственно, чем дольше продлится эта ситуация, тем лучше США. Вот такое мнение. Я предлагаю, собственно, начать разговор, прокомментировав, прежде всего, точку зрения Арсена, согласимся, не согласимся. Ну и, конечно же, в дальнейшем мне хотелось бы вас, уважаемые гости, услышать по поводу последних событий, связанных с тем же самым бюджетом и потолком госдолга. Дим, ну давай с тебя начнем. Как в целом ты, точку зрения Арсена... В целом, доллар, резервная валюта глобально не нуждается ни в какой ликвидности дополнительной. Ни в каком желании, да, чем-то. Безусловно, да. Что касается бюджета, здесь этот вопрос сейчас перешел в политическую область. И республиканцы, демократы борются. Я не думаю, что это все специально разыграно. Это, безусловно, очень серьезные политические силы столкнулись на вот... В данный момент нравится это, не нравится, это уже вопрос второй. Здесь я бы хотел, что сказать, так немножко вернуться в историю, когда случился кризис 2008 года, закончился долговременный кредитный цикл, начался период деливериджа, особенно это коснулось домохозяйств, да, расходы потребительские, это 70% ВВП. Правительство, соответственно, встало в очень неприятную ситуацию. С одной стороны, резко упали налоговые поступления, с другой стороны, наоборот, надо было увеличивать расходы для того, чтобы запускать программы различного экономического стимулирования, выплачивать, по сути, по безработице. И в этой связи надо было предпринимать ряд очень важных шагов. И одним из этих шагов было активное взаимодействие правительства американского и опять-таки вот конгресса и так далее с Центральным банком. Центральный банк вынужден, не вынужден был, а так правильно он сделал, что начал программу КУЕ запускать, программу выкупа активов трежериста, то есть правительство, правительство расширяет свое обязательство, соответственно, ему надо как-то там поддерживать экономику, денег у нее начинает занимать. И правительство очень важно было, чтобы за спиной был контрагент в виде ФРС, который будет долг выкупать, монетизировать его. Соответственно, это было очень актуально, особенно на первых фазах, когда дефицит бюджета американского, там, минус 10% показывал в первые годы, сейчас он активно сокращается, этот дефицит бюджета, соответственно, помощь со стороны ФРС не так нужна. Но тут всплывает второй вопрос, именно политика. По политике должны работать связки и с ФРС, и между ними должна быть правильная, выстроенная грамотная работа, чтобы экономику поддерживать. Поэтому сейчас монетарные, наверное, стимулы на второй план отходят, а вот политики вышли на первый план. От них очень много сейчас зависит, надо, чтобы договаривались. Иначе это несколько затянет процесс деливериджа и выхода экономики на нормальную... Ну, а договоренность как раз в русле того, о чем мы читаем, да, с одной стороны, республиканцы за, так сказать, сокращение, да, всякие, какие только возможны, да, а, соответственно, демократы выступают на позиции того, что нужно социальные обещания выполнять. Да, 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 тут, ну, все, все эти прекрасные истории уже, наверное, знают, там, слушать нет, ну, просто я единственное, что скажу, надо договариваться, будут договариваться. Ключевой вопрос, понятно, что это планка госдолга, ну, боюсь, что все в последний момент будет решено, как всегда это бывает, ну, так это заложено у них в менталитете. Ну, ну, да, наверное, все-таки, да, никакой постановки, да, не надо говорить о том, что... Здесь ключевой, ну, рынок не надо нервировать, и население нельзя нервировать, потому что и так оно ослаблено, ну, как я говорю, в деливерже там своими долгами разобраться не может. Ну, может, нормально, но надо помогать, наоборот, о нее так дезориентировать. Я помню тебя. Иван, ну, если есть желание, да, и необходимость прокомментировать пост Арсена, письмо Арсенову. Да, я могу добавить, наверное, ну, тоже согласен, что доллар там не нуждается в особой ликвидности. Более того, как мы видим, несмотря на то, что госдолг растет, да, количество иностранных, центробанков, то есть объемы, их держание в долларе, они уменьшаются. И последний год именно ФРС выступала, как бы, основным, так сказать, покупателем американского долга. И в этом плане, ну, надо понимать, что, скорее всего, ситуация не поменяется, да, тем более, если мы предполагаем, что как раз для этого, наверное, и сохранят КУЕ, чтобы дальше ФРС могла выкупать госдолг. И в этом плане получается, ну, так сказать, игра самих на себя. На мой взгляд, это больше политика, это эхо, наверное, январской битвы, да, между республиканскими демократами, в котором, по большому счету, победил, наверное, Обама, да, его партия. То есть это реванш какой-то, да, республиканцы пытаются... Да, причем тоже, опять-таки, получается, что уже остается единственный вопрос, это программа здравоохранения, которая тоже, в общем-то, ну, такой прямой удар по имиджу Обамы, если он идет на попятную, значит, он идет, так сказать, против своих убеждений. А что касается самого потолка госдолга, ну, в данном случае, это мерка неизбежная, по большому счету. Ну, и в какой-то степени техническая, да, потому что сколько раз уже мы это дело наблюдали с вами. Я понял, я понял. Хотел спросить, ну, забыл, ладно, ладно, я понял. Хорошо, и, соответственно, какие перспективы все же, да, Дим, на твой взгляд? 17 октября у нас ключевой... Ну, там сейчас сроки-то, на самом деле, сдвигаются, там выступают различные члены. Ну, палат различных в правительстве говорят о том, что вот, можем там залезть, вроде бы, пенсионные фонды там, в случае чего там залезть, там еще могут быть какие-то поступления еще налоговые подойдут. Ну, там, да, убышки кучих сокращений, то есть, может, там, до начала ноября каким-то макаром они доползут. Ну, указали для всего мира 17-е, значит, будет весь мир ориентироваться на 17-е. Там уже детали никому не интересны, поэтому, я думаю, будут решать до этого момента все. Ну, опять говорю, в последние, скорее всего, минуты какие-то. Ну, на мой взгляд, позиции республиканцев все-таки несколько ослаблены, потому что, опять-таки, дефицит сокращается уже, расходы как бы... То есть, результат как бы виден, да, и прессовать уже нет повода. Да, то есть, они несколько, да, не в ослабленном позиции, мне кажется, Обама там додавит. Просто не хочется, чтобы в последние секунды все это решалось. Так вот, Иван, вспомнил я, собственно, да, что хотел уточнить. Ты говоришь, ну, это действительно так, что многие центральные банки сокращают, да, долю в своих резервах, именно долю в долларах Соединенных Штатов Америки. Это с чем связано, как ты думаешь? Ну, отчасти, отчасти, я думаю, что это, так сказать... Ну, давайте вспомним, кто у нас крупнейший держатель, это Китай, Япония. Отчасти, я думаю, тоже это политический момент, давление внутренней партии. Кроме того, я думаю, что, об этом тоже говорили, что части европейские долги, да, после, так сказать, охлаждения, да, долговой проблемы в Европе тоже стали интересны. На настоящий момент они частично решены, хотя там появляется уже и Франция на горизонте. Вот, тем не менее, думаю, был какой-то перебросок. А потом есть еще момент золота, опять же, да, то есть его достаточно резкое падение позволяет, ну, на текущих уровнях, так сказать, тоже, я думаю, изменить в его пользу соотношение. Я думаю, такие моменты присутствуют. Ну, то есть это какой-то глобальный фундаментальный идея или просто ЦБ там дефертифицируется, условно говоря, да, чтобы там меньше риски каким-то образом? Теористично, да, плюс еще была угроза инфляции достаточно сильной, да, чего не произошло, да, в настоящий момент инфляция в США, она, в принципе, достаточно минимальная. Я думаю, на этом фоне тоже были некие перетряски, но, я думаю, так сказать, такие технические моменты пока все же. Дим? Ну, это глобальный тренд, выход из трежерис, да, тут бесспорно есть более интересные сейчас точки приложения капитала, та же Европа, вот, то, что я вот уже отмечал, инвестор активно интересуется подешевевшими активами, в том числе и облигациями европейскими, это мы видим прекрасно, то есть часть денег туда, безусловно, перетекает. Что касается, ну, тут можно вопрос вспомнить еще про, соответственно, желание там ФРС постепенно выходить из, соответственно, программ количественных смягчения, здесь опять надо говорить про рынок американский долговой, рынок трежерис, да, из чего формируется, соответственно, этот рынок, какие силы над ним давляют, там, ну, к примеру, доходность 10 лет, она с чего формируется? Это первый уровень ожиданий инфляционных на, там, 10 лет вперед, второй, это уровень реальных краткосрочных процентных ставок, которые полностью контролируются нулевыми процентными ставками политикой ЗИР, да, и третий, это временная премия, то есть, та премия, которую платит инвестор за то, чтобы владеть десятилетельными облигациями, чтобы короткие вексели перекидывать. Мы вот увидели довольно мощный рост доходности трежерис, именно за счет восстановления временной премии, он выходит, к примеру, сейчас к своим средним значениям, и я, в общем, к чему это все говорю, к тому, что рынок трежерис, он был немножко такой перекошен сильный, сейчас он вернулся к таким каким-то своим средним значениям, более-менее понятно, мы вот на этом фоне, вот, перетель, он на основании чего перекошен? Именно вот за счет вот этой вот временной премии, там, из-за этих программ всех. Спасибо, сейчас еще раз новости послушаем, потом продолжим. Итак, мы продолжаем эфир, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ, сегодня мы обсуждаем проблему, глобальную проблему, связанную с тем, насколько хороший или плохо, или насколько нужен или не нужен доллар, соединенных штатов Америки, никуда от этого не деться, потому что это действительно так, да, это проблема, или вопрос глобальный. У меня в гостях, я напомню, сегодня Дмитрий Шагардин, начальник отдела доверительного управления брокерской компании Кит Финанс Брокер и Иван Манаенко, директор аналитического департамента инвестиционной компании Велес Капитал. Телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании Финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. — Итак, продолжим разговор. В общем, логично мы подошли к теме монетарной политики ФРС. Дим, продолжай, пожалуйста. — Да, ну вот мы говорили про доходность 10-летних трежерис, как бенчмарка глобального долгового рынка для длинных денег, так называемых. И здесь мы подошли к вопросу о том, что сейчас проходит так называемая нормализация процентных ставок, именно которые формируют ту доходность трежерис, которую мы сегодня видим. Об этом очень много говорил Бен Бернанке в начале года, еще до того, как он произнес заветные слова «фэйтэйперинг». И Бен Бернанке в той же речи, кстати, очень важную речь говорил, помимо того, что происходит нормализация процентных ставок, он еще говорил о том, что крайне важны вот эти вот «forward guidance», то есть общение монетарного регулятора с инвесторами, с обществом, с инвестиционным. Надо подчеркнуть, что он первый, да, все же, да, настолько демократичный. Да, да, он делает, а это просто объясняется, когда вот глобальная экономика в деливеридже находится в таком серьезном, и когда ставки на нуле, у вас очень мало инструментов, в которых вы можете что-то делать, да, вот программа QE, она вот рано или поздно будет завершена, как вы хотите, то вы не хотите уже в следующем году. У него остается один мощный инструмент, это вербальная интервенция, ну, «forward guidance» они красиво называются, и он очень большой акцент на это делал, и будем вот сейчас со сменой председателя, соответственно, будем вот внимательно следить за тем, что будет говорить госпожа Елен. Если вот, на мой взгляд, Бернанке еще в мае сказал, что «теперинг» будет, значит, он будет. Хотите ли вы этого, нет, все к этому идет. И вообще я бы не придавал большого значения вот этим программам QE уже, так или иначе, рынку в целом, и, ну, самое главное, это политика нулевопроцентных ставок. Нам сказано, что она будет до 15-го года в конце проведена. И это не зависит, да, будут сворачиваться, да, QE, это уже все уже, не обращайте внимания, да, и «forward guidance», безусловно, вот о чем будет говорить нам в политике. Я понял. Иван, вот в отношении сворачивания QE, ну, во-первых, да, твоя позиция, действительно, на твой взгляд, насколько это сейчас актуально уже для рынка, и потом мы вспоминаем, да, последние события в сентябре было, ну, если не обещано, то заявлено, по крайней мере, да, возможность в начале сворачивания, это сворачивание не состоялось, поэтому точно так же можно говорить о том, что и в октябре, и в ноябре, и в декабре, может быть, да, такой шаг предпринят не будет. Как ты думаешь? Нет, я думаю, что, конечно, он не будет, да, вот вы стали говорить о том, что рано или поздно, там, ну, в 15-м году все равно, да, может быть, политика нулевых ставок схранится, но она и так уже достаточно сильно затянулась, я бы сказал, достаточно рекордно длительное время, но ставки нулевые. С восьмого года, да, формально? Да, да, но это достаточно долгий цикл, именно для нулевой ставки, да, она, как правило, вот, в фазе, так сказать, нулевых ставок долго не задерживается, да, начинается там повышать. Потихонечку хотя бы, конечно. Именно это тоже одна причина, почему там, особенно многие, там, какие-то спекулятивные, спекулятивно настроенные участники рынка выходили из трежерис, да, и в этом плане, опять же, таки, ФРС, для ФРС, который выкупает сейчас трежерис, да, продолжение КУЕ, это некое оправдание собственных действий в том числе. Поэтому, ну, сохранение в течение какого-то времени, ну, оно тоже достаточно актуально, пока, по крайней мере, так сказать, инвесторы, ну, крупные, да, там, заново не обратят внимания на те же трежерис, да, в контексте того, что, там, Штаты, там, наиболее стабильная экономика, наиболее растущая экономика, я думаю, до этого момента КУЕ может еще в какой-то степени сохраняться. Но, для, так сказать, для стимулирования финансовых рынков, это уже, наверное, такой пройденный этап. Пройденный в том плане, что он уже не стимулирует, да, финансовые рынки. Если смотреть, да, уже какие-то вещи, там, на скорости обращения денег, а, там, минимальная, да, инфляция вообще не реагирует, там, на КУЕ, в большом счете, это уже два несвязанных момента. Понятно, понятно. Ну, а говоря о дальнейших событиях, действительно, да, Бернанки, со следующего года пост оставляет, ну, наиболее вероятная, сейчас пока единственная кандидатура, это госпожа Елин. Она, как известно, тоже в голубиной стае. Бернанки-Вьюбке. Бернанки-Вьюбке, да, да, так ее ласково называют. Она тоже сторонница мягкой монетарной политики, вот, с ее приходом, Вань, да, как ты думаешь, ничего не изменится, или все же надо будет посмотреть, как говорят? Я думаю, что с ее приходом, мы буквально с коллегами обсуждали, кое-что-то может поменяться в своих работах и, так сказать, на их направлении, да, она уделяла внимание в большей степени безработице, да, то есть, если у нас до этого был некий фокус на инфляции, как бы для ФРС, это, там, 2%, это был, там, флажок, то сейчас... Ну, он один из фокусов все-таки был, да, потому что безработица была, она в последнее время появилась, то есть, исторически более важной была инфляция, да, какие-то экстренные меры в плане тех же ставок принимались, там, при достижении инфляции, эти 2%, то сейчас, может быть, некий, будет больший фокус на безработице, да, в этом плане инфляция в Штатах может несколько возрасти, да, Да, но, опять-таки, это может, там, сыграться и на комодис, да, опять-таки, на том же золоте, да, поэтому могут быть некие перемены, да, но в целом, я думаю, что именно будет фокус, так сказать, на безработице, повышение производительности труда, ну, там есть еще некие вещи, например, да, там, уже тренд, который начался, не знаю, может быть, это подготовка к будущему дефолту, например, там, те же крупные корпорации сейчас обратно репетрируют все производство, да, то есть, так сказать, снижают, может быть, свою зависимость от... Того же Китая и прочих, да, вот, такие фокусы именно... А к дефолту кого эта подготовка? Дефолту, например, тех же Соединенных Штатов. Он, наверное, поздно может произойти, но не сейчас, да, сейчас это нереально, потому что Соединенные Штаты тоже, в принципе, есть что потерять. Те к тому эту тему немножко обошли, но для меня, да, почему это невозможно сделать сейчас, потому что у Штатов есть что отнять, да, те же производства, которые базируются вне, в большинстве своих... То есть, если, да, если Соединенные Штаты объявляют, да, невозможно выплатить, да, то... Ну, тот же Китай говорит, ребят, ну хорошо, вот это все долго, я оставляю вас то, что... Да, да, вот как один из вариантов, да, но... Но это близко к конспирологическим опять идеям, да? Да, да, наверное, да. Но любопытно, тем не менее любопытно. Дим, прокомментируешь что-то? Ну, по поводу инфляции, в общем, пока сторонник того, что она будет оставаться подавленной, об этом многие опять индикаторы говорят, и опережающие... А почему Елен вот решила, что надо сосредоточиться исключительно на безработице, на рынке труда, а инфляцию за скобки поставить? Ну, мне кажется, они не будут ставить за скобки, но они ее ставят за скобки, потому что она контролируемая полностью, и она остается подавленной, там, особо никаких изменений-то не ожидается. Ну, то есть, если что-то изменится в этом случае, да, то тогда опять у нас... Конечно, да. Ну, вот говоря про Елен, ее можно вспомнить, выступление перед Ботсонским клубом, это был 2011 год, если не ошибаюсь. Она очень много говорила, это была весна, она очень много говорила про рынок недвижимости, который надо срочно оживать, оживлять, собственно. И по осени запустили программу выкупа активов МБС, потом триджерями там разбавили, то есть, ее мнение, ее выступление было очень важным, и было сконцентрировано полностью на рынке недвижимости. То есть, она вот, да, сейчас несколько ориентиры, наверное, меняются, но в целом эта фраза «Бернанке в юбке», она о многом говорит, и очень важно для рынка, для инвестиционного сообщества, что она является продолжателем тех идей, которые Бернанке заложил, и она прекрасно понимает, как важны эти forward guidance и плотное общение с рынком, и давать правильные посылы рынку, чтобы ни в коем случае рынок не спровоцировать какому-то резкому валу, как вы знаете, там уровень левериджа на американском рынке там зашкаливает, и в случае каких-то неприятных, неадекватных действий может резко сложиться. Вот это тоже надо учитывать, и «Бернанке» это не раз говорил, господин Штайн говорил об этом, и, в принципе, «Бернанке» в своей речи еще в марте месяце тоже упомянул, что стабильность в финансовых рынках чуть ли не такой, образно говоря, скрытый мандат. То есть ФРС понимает, что накал страстей может быть очень серьезным, поэтому ему сейчас очень тяжело, конечно, я представлю, как сейчас тяжело ФРСу, и тем более, опять-таки, повторюсь, недоговоренность правительства, им надо очень в плотной, хорошей связке работать, и когда правительство такой раздор, ФРС, конечно, сейчас пока будет мягко сохранить политику, но она так или иначе закончится все равно. — Я вспоминаю, кстати, его фразу, это, по-моему, весной и летом было, когда, по-моему, обсуждались в очередной раз ситуации на финансовых рынках, может быть, даже это майское заседание, когда он первый раз сказал о том, что будем сворачивать, и в отношении правительства сказал, «Федрич Децц свою задачу решает, вы разберитесь там сами с собой». — Это правильно, абсолютно, я считаю, абсолютно правильно. — Так, хорошо, ну а к золоту, к золоту, значит, мы говорим, что сейчас понятно, что об инфляции речи нет, хотя золото растет и на ожиданиях, причем… — Если смотреть историю золота рынков с начала века прошлого, все всплески золота, их было там три штуки, момента таких прям серьезных, они так или иначе были связаны с инфляционными или дефляционными темами. Две темы дефляционных было, это 30-е годы, соответственно, и вот 8-й год, и там вот этот рост последующий, и, соответственно, инфляционно, это было в 70-е годы, когда там с ОПЕКом были шутки с нефтью. Соответственно, это две главные идеи. Я, ну и опять-таки, надо сказать, что если смотреть там динамику, опять-таки, в завычном инфляции там того же до индекса и динамики золота, мы видим, что когда золото растет, индекс фондовый растут, золото падает, фондовые индексы растут и так далее, и так далее. Золото начинало валиться жестко, когда было понятно, что S&P на новые хаи уйдет, оно вышло, и золото просто продавали. Ну, то есть это что, альтернатива? Плюс, чему альтернатива? Ну, фондовый индекс растет, золото падает. Ну, да, 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 безусловно, конечно. И ключевая эта тема, мы ее в предыдущем эфире обсуждали, это уровень реальных процентных ставок. То есть берем доходность, пример, отреже, 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 начался новый кредитный цикл в американской экономике, это можно посмотреть по индексам, тем же consumer confidence и так далее, которые отражают настроение потребителей, если потребитель себя хорошо чувствует, там больше тратит, и так далее, и так далее. Ровно с того момента, как развернулись настроения потребителей, и уровень реальных процентных ставок начал восстанавливаться, золото перестало расти, и вот они вот так вот разошлись. В 2013 году уровень реальных процентных ставок США держится в плюсе, то есть уже вышел выше нулевой отметки, золото там убили, и оно, мне кажется, там будет еще долго и долго сидеть. То есть я по золоту либо медведь, либо вот нейтрально. Ну, сейчас такая стадия стабилизации, но... — Ну смотри, ты рассуждаешь с точки зрения финансиста, а если ты бы представил себя каким-нибудь золотодобытчикам, переработчикам, ну то есть есть... — Плохо им, плохо. Не, ну там сейчас идеи, безусловно, красивые есть, там компании, которые ниже там собственного капитала стоят и так далее. Такие идеи есть, но я к рынку золота негативно отношусь. Я вот с самого начала года к нему относился. — Ну повод для того, чтобы, допустим, на этих уровнях покупать, потому что это близко к себестоимости. — Я бы спекулировал бы только, но долгосрок я бы не покупал золото. — А спекулировал исключительно шортами? — Ну так, да-да-да. Ну мы сейчас видим очень интересное вообще движение. В этом году очень много движений было, все они были очень резкими. И золото проливали очень резко. И вот с трежеристом, и с рынками, все движения очень-очень резкие. Это, конечно, так несколько настораживает. Кого-то там, кто-то говорит о конспирологии, там, таких вещах. Но рынок в этом году очень интересный. Особенно был интересен май, когда очень многие фонды пострадали очень сильно. Там фонды Рея дали, такие мастодонты, и всех рынок порубил очень сильно. Поэтому год знаменательный. — Ничего святого. — Да. — Еще раз прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим. Продолжим наш эфир. Сегодня в эфире сухого остатка мы обсуждаем тему доллара Соединенных Штатов Америки, ну и, собственно, взаимоотношения его со всеми остальными финансовыми площадками. Напомню, что Дмитрий Шигарди, начальник отдела доверительного управления, простите, брокерской компании «Китфинансброкер», и Иван Манаенко, директор аналитического департамента и компания «Велис Капитал», сегодня у меня в гостях. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Сайт компании «Финам.фм». Так, ну и времени немного, а поговорить-то, в принципе, есть о чем, конечно, с этой точки зрения. Вернемся, Дима, к твоей озвученной идее в самом начале, что очевидно, если не противостояние, то, по крайней мере, на двух разных полюсах находятся рынки развитые, рынки развивающие, долг с Америки с одной стороны, и все остальное с другой стороны. Вот отсюда и начнем разговор о том, а что ждет российский рынок, ну или рынки развивающиеся. Ну да, российский рынок всегда в целом рассматриваю в контексте «Мерджи Маркетс», развивающихся рынков, его туда поместили, и он заслуженно там находится. Если опять обратиться к истории, то понятие «Мерджи Маркетс» появилось где-то в 80-х годах, и если смотреть динамику тех же фондовых индексов, развивающихся стран на «Мерджи Маркетс» и развитых, то мы видим такое четкое движение в рамках десятилетних циклов. И туда же можем график доллара приложить и увидим, как все вело. А там следующее было. Десять лет одни растут, допустим, развитые рынки вместе с долларом, развивающиеся падают, и наоборот. Ну, последний цикл, вы просто вспоминайте, это был период, соответственно, с 92-го по 2002-й год. Там росли очень сильно американские рынки вместе с долларом, а развивающиеся рынки пережили, в том числе и кризис азиатский, был и России, дефолт был. С 2002-го поменялась ситуация до 2011-го, где-то этот цикл был, там был супербум в китайских акциях, российские индексы там кратный рост показали, и доллар при этом был очень слабым, S&P ничего не показал, был в нуле или в минусе за этот период. Ну и с 2011-го года, я уже сказал, с начала нового кредитного цикла в американской экономике, восстановлении Европы, и, соответственно, начался новый цикл в развитых странах, и доллар начал укрепляться, если смотреть против широкой корзины, против 38-ми валют, которые ФРС там отслеживает. Соответственно, что для развивающихся рынков растущий доллар? Это прежде всего удорожание стоимости фондирования. Дело в том, что после 2008-го года, когда ФРС обнулил ставки, и в целом в мире деньги стали дешевыми, огромное количество нерезидентов вошли в долговые рынки развивающихся стран. По некоторым оценкам, там от 23% до 56% всего долго развитых развивающихся стран держат нерезиденты. Почему случился тот коллапс, который мы увидели сами в мае, а в июне, летом, когда активно продавали emerging markets, обрушивали долговые рынки, это вот все последствия фет-эперинг. Нам сказали, что якобы деньги, ну, рынок воспринял фет-эперинг, как будто деньги будут дорожать, доллар будет дорожать, ставки будут расти, соответственно, те капиталы, которые зашли в развивающиеся рынки, начали... Выходить, да? Массово выходить, да. Попали те развивающиеся страны, которые, соответственно, имели так называемый, там, ну, дефицит по счету текущих операций. Некоторые страны еще с двойным дефицитом и с бюджетным еще. Вот они больше всех пострадали. Это Индия, это Бразилия, это из Бриков, да. Россия меньше пострадала, потому что у нас счет текущих операций в плюсе, у нас дефицит небольшой, поэтому нас как бы так задело, но не сильно у нас нерезидентов немного было в нашем долге, там совсем немножко, 25%, по-моему. И, соответственно, там Индонезию зацепило, вот все вот такие страны, мы по ним проехались. Это еще раз, это двойной удар, на самом деле, по развивающимся рынкам. Они сейчас находятся и так в ситуации непростой. Они в своем роде, в своем деливерже находятся с 2011 года. У них был очень резкий рост до 2011 года. Экономика получила такой колоссальный объем кредита, я говорю про развивающиеся рынки, что она просто не сумела переварить его, и просто захлебнулась в деньгах, и начался торможение роста. И тут важно еще отметить роль Китая, потому что все развивающиеся рынки emerging markets, они сегодня намного больше зависят от Китая, нежели, чем от США. И вот пошла такая дивергенция с 2011 года. Вместе с Китаем развивающиеся плохо себя чувствуют, а тут еще и ожидаемое увеличение процентных ставок в США разбомбило их рынки долговые. А развиты постепенно выходят, появились структурные реформы, особенно в Европе, и дела там налаживаются. То есть, если говорить в глобальном контексте и про Россию, то мы не проверили никаких работ с 2008 года по действительно трансформации экономики, поэтому мы остаемся заложником. Если мы ожидаем роста доллара, значит мы говорим о том, что нефть не будет расти так сильно. И сегодня мы видим, что по переживающим индикаторам PMI уже 3 месяца фактически в рецессии находимся, когда цены выше 110. Но это дело плохое совсем, я бы так сказал. При высокой нефти, да? Да, то есть в глобальном масштабе я продолжаю играть в игру by DM, там, developed markets, да, short, соответственно, EM, emerging markets, но в краткосрочном моменте... То есть по-русски, чтобы было понятно, покупай, развиты? Ну, развиты Японию, США, соответственно, Европу, продавай развивающиеся рынки. Но это такая долгосрочная тема в рамках краткосрочного цикла. Тут, безусловно, ралли возможно, особенно после тех распродаж, тут и Россию могут потянуть очень сильно к весне. То есть локальная игра на повышение, а глобально она пока очень нехорошая в развивающихся рынках. Я понял. Спасибо, Дим. Иван, смотри, вот опять комментируя все, что Дима сейчас рассказал, здорово так, и говоря о развивающихся рынках, ну, о Китае, да, в частности, наверное, стоит, да, на него посмотреть отдельно, даже в рамках развивающихся рынков. И, тем не менее, бытует мнение, бытовал, мы его тоже обсуждали многократно, что Китай может быть локомотивом, если и мировой экономики, то, по крайней мере, поддержать цены на сырье, ну, и как результат, естественно, там, ближайших каких-то своих соратников. Как ты думаешь, может такая история возникнуть? Ну, по крайней мере, да, любые данные, да, по Китаю, они, в первую очередь, влияют на рынок коммодитис. Но, знаете, Китай такой, все-таки, черный ящик, да, по большому счету, и, по-моему, там, в этом году еще менее, так сказать, более закрытым стал, да, потому что часть своих данных они перестали публиковать. Ну, то есть, я бы тоже с ним осторожностью относился, да, не до конца понятно, что происходит вообще в банковской сфере Китая, опять-таки, там достаточно большой внутренний долг предприятий, да, которые, в общем-то, не останавливают производство, только потому, что им нужно было, там, долги погашать. И, как бы, в будущем, да, ну, вопрос, я даже не уверен, что, наверное, там, в перспективе ближайших лет именно Китай будет в фокусе, да, наверное, я бы делал там ставку на установление Европы, да, она может быть, наверное, больше принести, в том числе, России, да, те же металлурги, которые сейчас очень сильно страдают, в том числе из-за, так сказать, ближайших соседей, да, Европы, я имею в виду. А вот Китай, он, скорее, такой, может быть, с таким новым измерением для нервозности. Для меня есть там моменты, такие тревожные звонки, они поступали, и до конца разобраться в них, вот мы даже пытались, вам просто не хватает данных, если ты не там, то, так сказать, не в ЦК, то ты, наверное, до конца не знаешь. Поэтому хорошая ставка на Китай, да, наверное, можно сделать, действительно, в перспективе это крупнейшая экономика, но есть, так сказать, наверное, какие-то более ближние истории по срокам. Ну, то есть, в какой-то степени Китай все-таки, да, темная лошадка, да, если ставить на нее, то это уже напоминает игру там, я не знаю, в казино. Ну, Китай, безусловно, рынок комодитис поддерживает, и это в том числе и России хорошо, при том, что доллар укрепляется, вроде как нефть не должна расти, и комодитис в целом, да, ну, какой-то стабильный уровень будет находиться, это безусловно. Ну, про Китай, говоря, сейчас наблюдается, безусловно, циклическое восстановление, опять, такое локальное, я бы так назвал, очень здорово, ну, не знаю, мне просто, моя любимая идея в этом году, это был Китай, его в июне купить, когда, помните, его продавали там, когда был Short Squeeze, такой там мощный там кризис ликвидности был, там, не знаю, я посидел, поразбирался, мне уже поразили. Но его продавали там три дня всего. Ну, его там пролили почти на 20%, там, очень серьезно. В общем, мы с тех уровней покупали активно клиентам, продавали идею. И вот я, честно говоря, закрыл ее на этой неделе. На этой неделе? Да, да, да. Вот, мне очень понравилось, и в целом я очень позитивно смотрю, я согласен с теми экспертами, которые рекомендуют покупать банковский сектор китайский, он не, чрезвычайно недооценен, я считаю, в перспективе очень себя покажет хорошо, мне кажется, кратный рост там будет. Вот, в целом, безусловно, Китай, это неоднозначная очень экономика, безусловно, закрытости много, и плохо, что они закрывают часть статистики, это негативные сигналы. Да, там большие долги, но не забывайте, там огромные сбережения, которые с лихвой просто перекроют любые какие-то там долговые проблемы, да их там и не будет. То, что говорит Мудис и Фитч, там по поводу Китая, что там чрезмерное отношение долга к ВВП, это все бред, потому что сбережения национальные, они колоссальные, и они перекрывают все эти негативные эффекты, хотя нам про это никто не говорит. Безусловно, экономика будет перестраиваться на потребительское, investment-led модель, так называемый, на внутренний спрос, это очень болезненный период, не будет таких двухзначных темпов роста. Но мы о них уже забыли. Но, тем не менее, перестройка идет, это важно, как она пойдет, посмотрим. Деливериш там, безусловно, будет, потому что там долго, ну, много, и он неправильно перераспределен, там всякие схемы, и Центробанк как раз боролся в этом году очень активно, и будет бороться. То есть, есть там идеи, страшно, но можно. Вот-вот, я опять же к этому возвращаюсь. Страшно, но можно, потому что информации, да, к сожалению, не так много. И, кстати, если опять вернуться к группе развивающихся рынков, да, которые все-таки, по твоему мнению, в основном, да, смотрят вниз, то Китай будет выделяться из этой группы? Не, ну, Китай за собой тянет, как раз говорю, ну, у него циклическое сейчас восстановление идет, экономики такой, локальные там и металлурги подтягиваются, там все это дружненько, и оно помогает всем развивающимся, в том числе и России. То есть, поддерживает каким-то... Да, Россия и Европа помогла очень сильно, тоже Газпром, мы летом с тобой обсуждали, Газпром, Европа восстанавливается, Газпром как крупнейший экспортный игрок, и ориентированный на Европу очень хорошо получил буст серьезный, там его со 109 унесли он куда. И, соответственно, с другой стороны, Китай там показывает некоторые признаки хорошие, и он в целом помог развивающимся рынкам. И еще поможет какой-то момент вопрос, проведены ли будут структурные реформы, важнейшие для развивающихся рынков. Если да, то капиталы вновь пойдут. А сейчас, мне кажется, там так спекулятивно вернулись они. В Китай ты имеешь в виду? Ну, до весны, наверное, дотянуто, там будем смотреть уже. Ну да, похоже, если опять говорить, да, вспоминать то, что происходит на российском рынке, да, и вот этот вот подъем, какой-то локальный подъем, вроде бы он радует, но похоже спекулятивно все-таки, Иван, да? Согласен. Я понял, хорошо, хорошо, спасибо. Ну, времени совсем немного, поэтому я не смогу вам задать традиционный вопрос, в чем держать сбережения, хотя, в большом счете, мы на него отвечали в самом начале программы, потому что доллар с повестки дня не уходит. Хорошо это или плохо, это объективная реальность. Спасибо, уважаемые гости. Еще раз напомню, сегодня в студии сухого остатка были Дмитрий Шагардин, начальник отдела доверительного управления брокерской компании Кит Финанс Брокер, и Иван Манаенко, директор аналитического департамента инвестиционной компании Велес Капитал. Обсуждали мы тему международных рынков, ну, и, как вы помните, доллар Соединенных Штатов Америки. Что ж, друзья мои, спасибо вам за внимание, как всегда, мы встретимся уже завтра в сухом остатке, вот, так что совсем времени немного, успехов на рынке, до свидания. Спасибо.